У нас сегодня Андрей Миронов, Андрей Николаевич, доктор наш любимый, доктор, который является диетологом, нутрицологом и специалистом в области экологии и здоровья человека. Андрей Николаевич, добро пожаловать. Ну, здравствуйте, Женя, здравствуйте, телезрители. Да, дорогие друзья, будем говорить очень серьезно сегодня на тему нашего здоровья, чем она разрушается в современных условиях и чем мы можем себе, главное, помочь. Потому что большой универсальный магазин не только с вами обсуждает проблемы, но и помогает решить их. Я думаю, что вы с этим уже знакомы. Итак, первое, что нам предлагается в этом эфире, это М-Курунга, это хит наших продаж. М-Курунга у нас в наборе, две упаковки за цену 1990 рублей. Прежде чем о Лоте будем говорить, поговорим о наших ученых, благодаря которым появился вот этот рецепт. Что это такое, кто это выпустил? Ну, выпускается это у нас все в Бурятии, в Республике, это, кстати, да, Иркутская область. Но на самом деле, с одной стороны, этот продукт очень простой, но с другой стороны, он не очень простой. Дело в том, что за основу был взят национальный бурятский напиток КРНГ. Но мы очень долго искали закваску, чтобы она была вот такая вот исконная, народная. Нашли в деревню Бурятскую одной бабушке. Но мы еще усилили это с симбиозом, еще дополнительно усилили полезные продукты. В заповедных краях, в Бурятии, да? И, по сути, мы получаем такую как бы усиленную, улучшенную курунгу. То есть берем коровье молоко, бурятских коров, заквашиваем его натуральным природным симбиозом, таким усиленным. И в итоге получаем натуральный кисломолочный продукт, который очень богат по микробному составу. То есть здесь около больше 100 штаммов микробов. То есть до 114 штаммов микробов. Кисломолочные, которые рекламируют по телевидению, они имеют сколько штаммов? Ну, где-то, ну, 3 такие самые популярные продукты. Там может быть 2, 3, 4 штаммов микробов. Вот, а у нас более 100 штаммов. Вот, как говорится, почувствуйте разницу. Даже в этом отличие настолько ощущается, уже не говоря о том, какую реальную помощь оказывают пробиотики натуральные, которые мы сейчас вам показываем, и пробиотики, которые мы синтезированы, это, как говорится, да, которые продаются, и по большей части они... Ну, там искусственные симбиозы, да, которые взяли из лабораторных штаммов и синтезировали, ну, как бы попытались соединить. У нас микробы очень хорошо уживаются друг с другом, поэтому наш продукт, он, ну, в мире, скажем так, мы не знаем подобных. Аналогов не существует. Аналогов, да, нет. Ну, а что касается самого дисбактериоза, проблема главная современности, о которой не принято говорить серьёзно, почему-то. На самом деле дисбактериоз является серьёзнейшей проблемой. Почему, Андрей Николаевич? Потому что это, во-первых, очень распространённая патология, она есть у 100% населения нашей страны. У 100%, да. Ну, может, какие-то, ну, люди, которые всё это делают, как мы учим, да, ну, в целом. И проблема эта серьёзная, потому что она тянет за собой очень многие нарушения здоровья. Там анемия, дефицит витаминов, нарушение репродуктивной функции. Дисбактериоз – это последствия антибиотиков. Так ли это? Либо это может быть следствием других каких-то... То есть антибиотиков – это гарантированно, что... Но практически все фармпрепараты, пищевая химия, например, консерванты. Зачем добавляют консерванты в пищу? Чтобы пища не портилась. Кто портит пищу? Микробы. То есть консерванты – это и есть наши пищевые антибиотики. Плюс, если вы едите продукты мясные, молочные, то за год будьте готовы к тому, что 10-15 граммов антибиотиков вы просто съедаете. То есть даже если мы не принимаем антибиотики, нам никто их не уколол. Специально не принимаете? Да, специально. И мы говорим, у нас всё хорошо с пищеварением, потому что мы не принимаем антибиотики. Мы себя обманываем, потому что современная пищевая индустрия основана на антибиотиках, гормонах, подкусителях, подсластителях и так далее, и так далее. Но, Андрей Николаевич, это ещё не всё. Я бы хотела, чтобы вы отметили роль стресса в формировании такого линия, как дисбактериоз. Как это взаимосвязано, казалось бы, да? Ну, дело в том, что стресс, да, это как бы идёт разбалансировка вообще всех систем организма, то есть начинается с центральной нервной системы, пошла там гипофиз, гипоталамус, гипофиз и так далее, и пошло по каскадам. Всё, то есть полностью. Но тут ещё надо понять вообще, в чём причина. Дело в том, что вообще-то микрофлора отвечает в том числе и за синтез целого ряда витаминов, глюкозамина, целого ряда веществ, которые необходимы для иммунной, эндокринной и нервной системы. Я вас поняла. Тут что первично надо выяснить? Дисбактериоз и дальнейшая хондра, депрессия и прочее, либо депрессия, которая повлекла за собой, ну, так сказать, вот эти процессы дисбактериоза. Впрочем, это не важно. Важно, что дисбактериоз – это очень серьёзно. Наша микрофлора – это более чем важный самостоятельный иммунный орган, да, который даже целый город иммунный. Ну, скажем так, это один из самых крупных органов. Здесь вот была цифра полтора килограмма. На самом деле нормой считается до трёх, даже до четырёх килограмм микрофлоры. И представьте себе, на каждую нашу клетку приходится 10 микробов у нас в кишечнике. Ну вот смотрите, нам предлагают, что сейчас, какую альтернативу медицина. Предлагают пробиотики, которые прописывает доктор, например, и предлагают вот корректировать питание. А доктор сейчас не прописывает пробиотики, он не имеет права, потому что дисбактериоз – это убрали это заболевание из, ну, как бы. Нет, ну, дело в том, что некоторые доктора до сих пор говорят, ну, можете купить такой-то препарат. По старинке, у которых совесть есть, да. А ещё нам предлагают откорректировать своё питание. Но всё равно, корректируй его, не корректируй, продукты из магазина к нам на стол попадают, так или иначе. То есть это получается сказка-неотвязка. Что же предлагают наши учёные в лице Андрея Николаевича? Давайте узнаем о курунге больше. Я бы, конечно, за всех учёных не стал там отвечать, да, уж ощущать результаты действия. То есть восстановление микрофлоры, начинают усваиваться витамины, начинают поступать всякие ценные вещества. Замечательно. Усваивается железо, микроэлементы, эндокринка восстанавливается, иммунитет. То есть иммунитет – это настолько яркое проявление. Дело в том, что основная причина иммунных нарушений у нашего населения, их три, это хроническая интоксикация, паразитозы и дисбактериоз. Вот если мы убрали дисбактериоз, это уже мы очень серьёзную поддержку... Смотрите, Андрей Николаевич, сегодняшнюю программу мы с вами проводим по просьбе наших телезрителей, которым очень нравится продукция наших учёных, связанная как раз с Куэмсиловой вот этой линейкой, да, которая позволяет нам настроить нашу пищеварительную систему и весь организм на нормальный лад. Поэтому у нас хиты в основном сегодня. И вот М.Курунга – это один из хитов, и это специальное предложение по просьбе наших дорогих телезрителей. Осталось в наличии только 24 набора. Вкажется, что капсулы вообще я очень люблю, потому что они... А давайте высыпайте сюда капсулу, посмотрим, что там внутри. А высыпем, да. Не разрушается содержимое, потому что желатиновая капсула устойчива к кислой среде желудка. И вот этот порошочек, насыщенный пробиотиками натуральными, он всасывается только в кишечнике, где и, собственно, процессы всасывания должны происходить. Ну правильно, то есть мы объясним зрителям, что мы капсулировали для того, чтобы эти бактерии максимально быстро доходили именно до кишечника. Но пришло время мне поделиться своими впечатлениями, что я как раз вот пользователь, именно М-курунгу я принимала сперва, когда приехал Андрей Николаевич, мне понравился этот препарат больше. Я месяц принимала, избавилась от нескольких неприятных симптомов, в частности, от подташнивания легкого. Особенно это происходит на пике стресса, когда очень сильно спешишь, что-нибудь быстро закинешь в желудок, и потом вот таким комом. Изжога ушла, подташнивание легкое, и я вам признаюсь, у меня стала меньше болеть голова. Вот это вот абсолютно мне Андрей Николаевич гарантировал, но я не верила. Но это на самом деле произошло. Поэтому от всей души желаю вам, чтобы вы действовали прямо сейчас, как принимать. Жень, я хочу сказать, да, что на самом деле у кого-то нет таких выраженных симптомов, а кто-то уже на третий день просто в восторге, да, у кого аллергия прошла на третий день или еще что-то такое. То есть еще более выраженный эффект. То есть нормализоваться может вот прям... Хорошо, Андрей Николаевич, скажите, как принимать правильно МКУРУНГУ? Принимать очень просто. Берете два раза в день и выпиваете по капсуле. По капсуле два раза в день. Детям и взрослым, пожилым людям и маленьким. Мы хоть 120 лет, вот мы сейчас читали про долгожителей, да, на здоровье. Дорогие друзья, применение МКУРУНГИ это широчайший диапазон. МКУРУНГУ это дисбактериозы всех слизистых, которые существуют в организме половых органов, ротовой полости, кишечник, желудок. Это проявление на коже различных дерматидов и дерматозов. Ну и, конечно, дорогие друзья, МКУРУНГА это полноценная формула из натуральных ингредиентов, состоящая в 1990 рублей со скидкой в 1002 пузыречка по 60 капсул. Это капсулированный препарат, средство, которое добавка к пище, является добавкой к пище именно. Это даже не добавка к пище, это пища, это обычный кисломолочный пищевой продукт. Кисломолочный продукт. И, кстати, МКУРУНГУ еще можно и заквасить, о чем мы попозже еще поговорим. Ну а мы продолжаем. И сейчас, дорогие друзья, внимание, внимание. Тот препарат, который у нас, средство, которое сейчас представлено, это мой личный выбор. И сразу хочу сказать, месяц совершенно другое ощущение, совершенно другое ощущение жизни, совершенно другое ощущение иммунитета, совершенно другое настроение. Месяц МКУРУНГИ. Большое спасибо, Андрей Николаевич, за эту рекомендацию. Друзья, сегодня МКУРУНГА абсолютный хит наших продаж. Номер лота 141-187. За 1990 рублей вы приобретаете две упаковки. В наличии только 56. То есть это ограниченное количество, сами можете понять это. Я призываю вас действовать прямо сейчас. Звоните и заказывайте. Это абсолютный хит наших продаж, многие уже знают. А вот для тех, кто не знает и впервые нас смотрит, расскажем, что же такое МКУРУНГА. Это продукт, который, в общем, похож по каким-то своим, да, по принципу действия на предыдущий наш, на коим сил. Но все-таки у него есть отличия. Это продукт на основе коровьего молока. И заквашивается он натуральным симбиозом бурятского национального кисломолочного продукта КРНГ. Плюс еще при заквашивании дополнены еще определенные микробы, которые изначально не входили в этот народный симбиоз, да. И в итоге получается напиток с очень богатым микробным составом, до 114 штаммов микроорганизмов и с очень интересными свойствами. Потому что КУРУНГА обладает очень мощным таким хорошим иммунным действием, потому что здесь очень много пептидов в составе. То есть, с одной стороны, это мощнейший пробиотик, один из лучших в мире, ну, из нам известных лично. Может, кто-то знает еще лучше по количеству штаммов. Но примерно 75% состава нашего продукта составляют натуральные, природные, синтезированные бактериями пептиды. Что это такое пептиды, Андрей? Пептиды. Представьте себе, я вот буквально недавно, едут в поезде из Москвы в Казань, и со мной в купе едет профессор. Профессор, причем он такой, он чуть ли не Нобелевский лауреат, то есть он такой, видно, что, ну, супер, там, у него серьезный очень. И он рассказывает, что мы синтезируем в институте какой-то там пептид. Мы очень много лет потратили на синтез одного этого пептида, и там вот сейчас мы изучаем его свойства. Я говорю, а у нас, знаете, есть продукт, в котором в каждой банке там 27 граммов чистых пептидов. Он от меня все, он мне дал визитку, он потом за мной ходил. Пожалуйста, дайте нам, мы изучим, потому что, представьте, ученые один пептид синтезируют. У нас просто микробы так от широты своей микробной души нам насинтезировали этих пептидов целую кучу. Он говорит, мы изучим свойства, мы вам расскажем, что там есть. То есть это огромная ценность на самом деле. Это вещества, которые регулируют нам работу иммунитета, обмена веществ, уровень сахара, холестерина, сон, аппетит. То есть это мощнейший такой пептидный комплекс, который просто мы получаем практически, ну, за какие-то микроскопические деньги. Ну, это действительно так, но на самом деле это уникальная разработка аналогов в мире не существует. Представляете, более ста штаммов находятся здесь внутри. Пептиды, они же реставрируют наши клетки, по сути. Поэтому, конечно, они сейчас много о пептидах говорят и в контексте большой медицины. Конечно, это сейчас просто пептиды, это сейчас ученые связывают будущее нашей вообще науки медицинской, да, именно с развитием пептидов, с изучением их. Так вот, в нашем продукте, еще раз я повторюсь, около 114 штаммов микроорганизмов, тем более он в капсулах. То есть это именно для лечения и восстановления микробиоциноза кишечника. Кишечника, то есть эти капсулы, кстати, это не просто упаковка, они не подвергаются расщеплению кислой среде, желудка. Да, они для этого и сделаны. Они идут именно в кишечник и там всасываются, где всасываются витамины, то есть где все вещества главные всасываются. Да, конечно, и самое главное, что очень быстро начинает заселяться, и уже через 3 дня, если мы берем анализы содержимого кишечника, то мы уже видим активный рост калорий. Нам микробиологи говорили, что мы, говорит, ни на одном аптечном продукте мы такого вообще не видели. Иногда просто люди месяцами пьют бесполезно. На вашем, говорит, продукте мы видим уже на третий день начинает активность калорий. Мы сегодня с Андреем Николаевичем договорились конкретные примеры приводить. Конкретный пример из моей жизни. Моя подруга, у нее ребенок в прошлом году в детском лагере заразился сальмонеллезом. Очень тяжело мальчишка переболел, 11 лет. В этом году она увидела наши эфиры. У него ему поставили хронический калит как последствия. Эта инфекция кишечная, кстати, очень распространена. И сейчас как раз сезон сальмонеллеза, если что, да, помните, пожалуйста, об этом. Так вот, после месячного курса по 2 капсулы принимал мальчишек. Исчезнет сама собой. Хоть в легких, хоть в кишечнике, хоть в урогенитальные какие-то. Андрей Николаевич, мы просто недооцениваем, что дисбактериоз очень серьезная штука. Вот смотрите, появляется курунга в нашем организме, и все изменяется. То есть воспаление пропадает, по сути, да? Ну как, примитивно объясняем. Да, я могу рассказать нашим зрителям, в принципе, вообще, зачем нам нужны микроорганизмы. Если это интересно, я могу это сделать. Дело в том, что наша микробиотическая система выполняет очень много важных функций. Во-первых, она участвует в переваривании и нейтрализации различных вредных веществ, там всяких токсинов, там вредных веществ, холестерина, билирубина и так далее. Она помогает нам усваивать витамины. Она синтезирует для нас целый ряд витаминов, которые у нас в пище вообще нет. Например, витамин К. Она усваивает нам минералы, железо, калий, кальций, йод, селен, магний и так далее. Если у вас дисбактериоз, просто хоть залечите железодефицитную анемию, там, или остеопороз, бесполезно. Пока у вас будет дисбактериоз. Микрофлора участвует в работе внутренних органов, поддерживая температуру органов брюшной полости малого тоза. При дисбактериозе может быть нарушение работы поджелудочной железы, печени, надпочечников, половых желез женских. То есть даже нарушение бесплодия и так далее. Участвует в работе нашей слизистой, защищает противоопухолевое действие. Кормит наш эндокрин, выделяя пептиды и синтезируя. Снабжает иммунную эндокринную систему для выработки, соответственно, иммунных веществ или наших гормонов. Андрей Николаевич, я очень много чего. Это очень много. Добавлю, что дисбактериоз кишечника – это только один вот такой диагноз. Дисбактериоз ротовой полости, дисбактериоз половых органов – это очень большая проблема нынче. Кожный грибок – это что такое? Да, дисбактериоз абсолютно согласна, Андрей Николаевич. Но слизистые мы вообще про это почему-то не говорим. И парадонтит, парадонтоз возникает на фоне как раз вот таких дисбактериотических явлений. Да, просто для этого, кстати, достаточно просто рассасывать. Но если это не капсула, а таблетки, ну мы сейчас дальше будем говорить. Просто рассасывайте, и у вас восстановится. Большинство вопросов, которые приходят нам в виде телефонов или телефонных звонков, или писем, связаны с антибиотиками. Что сейчас, ну настолько все антибиотики принимают и пьют, может ли Курунга или другие им сил помочь. Я понял, да. Да, да, да. То, что касается антибиотиков, тут часто люди говорят, да я не пью антибиотики, ну я молодец. У нас звонок, Андрей Николаевич, отвечаем, извините. Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте, Женечка, здравствуйте, Андрей Николаевич. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Людмила Васильевна. Очень приятно, Людмила Васильевна. Я постоянно вас смотрю, получаю огромное удовольствие. Я вот пью МКУРУНГУ уже третий месяц. Вот буквально вчера мне привезли, у меня закончилось. Вы знаете, какой-то у меня дискомфорт без нее. Я, в общем-то, вам говорила, но вы как-то восприняли это нягко, что у меня повышенная кислотность, я замучилась вот этими... Была изжога, а сейчас без помоги у нас, Людмила Васильевна. С нее не может. Есть ли какая-то связь, что исчезла изжога, вот этот симптом, который мы учили? Знаете, что я вам могу сказать, Людмила Васильевна? Это на самом деле происходит следующая вещь. То есть, потому что в нашей пище постоянно содержатся разные вредные вещества, консерванты, антибиотики и так далее. Происходит что? Наша хеликобактер пилори, то есть это обычный мирный житель нашей слизистой, нашего желудка, он начинает приспосабливаться, чтобы выживать, мутирует и забывает свои полезные свойства, становится патогенным. Когда мы постепенно с помощью наших полезных микробов как бы нормализуем вот эту всю, ну там, среду, да, и хеликобактер возвращается в обычное нормальное состояние, перестает провоцировать вот это выделение соляной кислоты, и тем самым у нас проходит изжога. То есть это вполне все взаимосвязано. То есть это тоже явление дисбактериоза, которое все ставит... По сути, да, дисбактериоз, он не только у нас в толстом кишечнике, он у нас может быть и в желудке, и в рту, и в носу, и где угодно. Людмила Васильевна, большое спасибо вам за внимание. Женечка, извините, ради бога, а вот если я пью уже вот два месяца, ну как говорят в русской поговорке, кашу маслом не испортишь, но вот я думаю, что ничего страшного, если я буду пить, принимать дальше. Знаете, что я вам скажу, Людмила Васильевна, это очень полезный кисломолочный продукт народный, который там столетиями народы в Азии, в Бурятии ежедневно пили. Поэтому вы не просто это будет не опасно, это будет очень полезно. Поэтому я вообще советую всем, каждый день пейте, и горе не будет. Людмила Васильевна, спасибо вам за вопрос. Я принимаю курунсил по 4 таблетки в день, и м-курунгу по 2 капсулы. Это нормально? Это нормально, то есть передозировать его невозможно, хотя, может быть, даже вы можете и поменьше пить, уж столько много-то и не надо сразу. М-курунги сколько в йогурт добавляет капсул? На чашку йогурта? Нет, м-курунги при закваске йогурта, вот если капсулу открыть. При закваске йогурта. Сколько капсул на литр? Ой, знаете что, я, честно говоря, на литр? Ой, сейчас это надо посчитать, господи, это математика. Сейчас я скажу. По-моему, там получается около 6 капсул. Мы в прошлый раз на 5 литров 5 капсул делали. А, 5 литров 5 капсул? Да, на 5 литров 5 капсул. Ну, можно, да. Великолепно 2 капсулы на литр. 2 капсулы на литр, в принципе, должны быть нормальны. Спасибо огромное, за все. Только это зависит от молока. Для хорошего молока, в котором мало консервантов, заквасится все великолепно. Людмила Васильевна, огромное спасибо вам, здоровья желаем, спасибо, что смотрите нас. Кстати, Андрей Николаевич, про именно вот то, что мы сейчас сказали, про свойства молока. Вы сказали, что даже молоко такое простенькое, мягко говоря, оно становится полезным, если мы его заквашиваем. А, так это совершенно верно. То есть тоже, Жень, правильно вы вспомнили, что когда мы покупаем молоко, во-первых, это молоко, может быть, от сотен коров одновременно в одной банке, да, которые чем-то болели. Но самое опасное, ладно, это их пичкали антибиотиками, гормонами, и все это попало в молоко. Когда вы заквашиваете, наши микробы полностью перерабатывают все эти вредные вещества, и наоборот, из молочных всех этих сахаров и белков, они синтезируют для нас огромное количество всяких полезных, иммунных, эндокринных, там, аминокислот, витаминов, ферментов. То есть вы получаете, ну, в разы. То есть на несколько порядков более полезный продукт. Запомните, пожалуйста, это не только преображает, так сказать, состояние нашего желудочно-кишечного тракта М-курунга, но и преображает продукты, которые попадают для закваски. М-курунга – абсолютный хит наших продаж. 141-187 номер лота – 1990 рублей за две баночки.